Согласно данным статистики, в настоящее время на Бречне проживает более 734 тысяч представительниц прекрасной половины человечества, что, к слову, составляет 52% от общего числа жителей региона. И каждая в Международный женский день достойна самых теплых и добрых слов. На традиционный торжественный прием в областной исполнительный комитет было приглашено более 20 человек. Губернатор региона Анатолий Лис поздравил приглашенных, а в их лице и всех жительниц области с весенним праздником. Поздравляю вас с весенним женским праздником, желаю всем крепкого здоровья, семейного благополучия, любви, успехов во всех делах, на благо нашей страны, родной Брестской области. Я думаю, что те трудности, которые сегодня, конечно, есть в нашем обществе, они будут потихоньку решаться. И с каждым годом в нашей стране будет жить лучше. В числе приглашенных экономисты, руководители предприятий, библиотекари, учителя, тренеры и специалисты банковской сферы. Большим перечнем профессий, с которыми на ура справляются женщины, уже давно никого не удивишь. Многие признают, дамам свойственен более ответственный подход к делам, что, впрочем, распространяется не только на работу. Большинство из приглашенных – отличные жены и мамы. Есть среди них и многодетные. Шесть человек в рамках мероприятия получили ордена матери. Ответственность была с появлением детей. Орден ответственности не забрал и не прибавил. То есть, в первую очередь, это дети, это ответственность за них воспитать хороших, достойных людей и членов общества. В праздничную программу входил не только торжественный прием в списке посещения одного из предприятий областного центра, на котором, к слову, порядка 80% работников – женщины. Брестский чулочный – комбинат с почти полувековой историей. О прошлом, настоящем и будущем и рассказали его руководители – гостям в рамках специальной экскурсии. На сегодняшний день дела у фабрики хорошо. Мы несколько лет шли к тому, чтобы исправить не очень хорошую ситуацию середины 2000-х годов. На сегодняшний день мы растем, мы работаем, мы прирастаем и в количестве людей, и в количестве продаж, и в нашем присутствии на рынке. Поздравления в адресе новниц торжества звучали и в областном общественно-культурном центре. Здесь состоялось одно из цикла праздничных мероприятий. С 8 марта женщин поздравил брестский городоначальник Александр Рогачук. Абсолютно убежденный, как руководитель города и как мужчина, что наши брещенки самые красивые, самые обаятельные, самые умные. Именно брещенки во многом и определяют темп развития города, движения города, потому что они везде, во всех отраслях. И с праздником хочу пожелать им, чтобы они были всегда такими же, как сегодня. Красивые, умные, яркие, элегантные, гармоничные. Ну а мужчины, конечно, должны обеспечивать тот тыл, который и способствует развитию и расцветанию женщины. То, что впереди много задач по развитию города, это очевидно. Но я не вижу решения этих задач без участия женщин, руководителей, женщин, работников всех сфер. И думаю, что именно благодаря женщинам все у нас получится и к тысячелетию, и в целом развитию нашего города. В добрую поздравительную инициативу активно включились и другие участники мероприятия. Женщин всего Бреста, Брещена и Беларуси с замечательным весенним праздником. Пусть над их головами будет мирное небо, счастье, благополучие. Пусть хорошее настроение сопутствует не только завтра и сегодня в предпраздничный и праздничный день, но каждый день. Это замечательные наши женщины, которые заслуживают всяческое уважение с большим, светлым, красивым весенним праздником. Дорогие подруги, я искренне поздравляю вас с нашим международным женским днем. Это поистине государственный праздник, потому что мы, женщины, все-таки делаем государство. От того, как мы себя ведем, как мы понимаем политику государства, как мы оцениваем, преломляем через себя, так наше государство успешно. Я вам искренне желаю, конечно же, здоровья, конечно же, большой любви, успехов, удачи. Я желаю вам только радости и счастья. Я желаю вам быть всегда первыми. Я желаю, чтобы дети и близкие ваши всегда были здоровы и умные и счастливые. С праздником! К слову, организаторы концерта в ОКЦ в этот раз решили отойти от привычного сценария и подготовили для зрителей музыкальный спектакль по мотивам любимого многими советского кинофильма «Служебный роман». Судя по тому, как внимательные и с интересом милые дамы следили за происходящим на сцене, подарок пришелся им по душе. Анастасия Стропко, Андрей Щерба, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин, телекомпания Бук-ТВ.